Сегодня мы рассмотрим динамику, как у нас в стране зарождались. Сейчас они начали вышибаться миллионеры, первые долларовые миллионеры. Ну мы помним, первый там был Артем Тарасов, он еще большое богатство получил и в конце концов вот так вот при странных обстоятельствах исчез с поля зрения. После того, как он похвастался, что у него находятся облигации на очень огромную сумму ценной бумаги, за которую он может там полмира купить или даже весь мир, он исчез. Потом был такой тоже хвостунишка Герман Стерлигов. Чем он только не занимался, а всевозможными вещами, но в конечном счете заземлился и сейчас простой бизнесмен работает на земле, собственно руками вместе с семью и семейный бизнес. Ну вот более такие ловкие люди, которых у матрицы получше, они переехали за границу вовремя, то есть хапок и чемодан и сверчок за границу прогрет. Таких оказывается около тысячи человек уже уехало, но не миллиардеров, а мультимиллионеров, среди которых вот Сергей Анатольевич Петров, который сейчас привлекается по делу о выводе средств на 4 миллиарда рублей за границу. Вот сейчас мы рассмотрим, во-первых, сама динамика, она так же как и на западе идет, то есть сначала вот эти мелкие рыбки появляются первые, а потом появляются за ними все более большие хищники, они заглатывают все это дело и и выбивают этот бизнес, их прихватывают и заставляют либо продавать, если не продают, то значит тюрьма или там высылка и санкции очень большие. И вступают уже в новую фазу, как бы законные уже люди приходят, отнимают бизнес и уже там более серьезные вопросы решаются. Ну пока это не коснуло, как говорится, первые сотни, это десятка, как говорится, первые вот эти дюжины, которые там вот этих мультимиллиардеров, то есть миллиардеров уже, да, миллиардеры уже считаются, больше миллиарда, это находятся, которые ближе к телу нашего всеобщего вождя и генералесимуса. Они пока неприкасаемые, ну кроме, может быть, Ходорковского, но он и сразу был дистанцирован от тела он сразу с первых дней, поэтому он и загремел, значит, критиковал много. А потом, значит, еще вот Березовский тоже занимался тоже продажей автомобилей, также как Сергей Анатольевич Петров. Но он на автовазе сидел, там у него был черный бизнес с самого начала создания автоваза практически. И в академию наук он в член кора проник Березовский через продажу запчастей автоваза, потому что автомобиль ваз без запчастей просто немыслимые вещи. Вот, то есть первая волна вот эта в тысячу уже уехала этих долларовых миллионеров, выехала, ну среди них вот даже вот Лужкова семья, да? А Батурина тоже постоянно в Австрии, так же как и Петров, он сейчас пробывает в Австрии. И кто еще? Ну, самый вот Лужков, он приедет, орден получит и опять в Австрии туда к жене. Или там медаль как орден за какие-то заслуги, за вот это вот чудище, которое там нагромозил в Москве, да, уродище. И сейчас вот ордена получает вот этот, который все время плитку перебирает там, переборщик этих тротуарных плиток, тоже ордена получает. Ну, то есть чем больше навредит на пакости человек для Москвы в результате чего сейчас вот? Жизненный уровень в Москве фактически в два раза снизился за последний год, за полтора, да? А официально считается вот на 22% там срез получился, да? Ну, а там эти макарошки, мы другую страну, там замкадыши пусть сидят на макарошках, мы даже на них не смотрим, там вздыхают, там эти уроды бегают. Чем быстрее сдохнут, тем, это, стерговской мафии лучше. Он первый, его хобби было с гробами, да, помним. Он хотел все, всех запаковать и все. Вот, Сергей Анатольевич Петров. То же, с чего они все начали? Они же из бывших всех диссидентов, эти миллиардеры-то первые, да, миллионеры. То есть, они советскую власть внутренне неприемлемы, а они вступали в разные кружки, объединения там среди молодежи. Вот эти поганые стишочки там распространяли, какие-то цедульки вот этого Соложеницына, ложь этого Соложеницына, вот, и все такое прочее. Вот все это подпольные списки там эти. Доктор Жувагу этого и все такое прочее. Жували, как говорится, член заморского быка вот этого, английский, кто там был этого-то? Черчилль, который уже вот в Фултоновской речи открыл холодную войну против России, да, и наметил план. Вот они выполняли этот план изнутри, как говорится. Все это подрывалось строго по плану. И даже вот это шпионы, они проникли в самое верхнее руководство ФСБ, как мы говорили, то есть, да, в КГБ и в МВД и все другие административные организации. Даже в Политбюро вот там сидел у них Горбачев. Как мы знаем, что завербованный еще со времен войны вот этот тракторист. Абвером завербованный там в Украине. Опять же в Украине, да. И вот это Сергей Анатольевич Петров, это другая музыка, другая. Он родился в Чкаловске, в Чкалове. Горь Чкалов, ну, там находится училище. И вот у него отец был, он закончил тоже авиационное училище имени Полбина, да, а Полба, да. Полба, знаем, что такое, да, оптолоконный лоб. А если мне давай вареную Полбу, как там в этой басне Пушкина. Вот, значит, этот училище Полбина закончил у отец Анатолий, да. А мать была медиком, и он хотел быть медиком, как мать. Ну, вот, и шел уже сдавать документы в этот медицинский. А рядом через 800 метров вот это училище Полбина. И он решил все-таки по отцовской линии пойти и пошел. И, как видим, что он не прогадал, да, у него и не было две двойки этого матрицы. Он правильно сделал выбор. А если бы он пошел в медицину, там у него ничего не светило. Вот, у него не было двух двоек матрицы, одна всего двойка матрицы. Мы сейчас увидим. Далее, что он заканчивает училище, начинает работать, получает специальности инженер, авиационный инженер-механик. Затем остается в этом училище как инструктор, но преподаватель. Там получает майора чуть не в 27 лет, уже в 25 лет, там в раннем возрасте получает майора. Но одновременно ходит он на эти вот антисоветские кружки. Конечно, его этого майора сразу арестовывает. Сам начальник его допрашивает, местного Глупчика, да. И, значит, пугает его. Ну, сразу, конечно, его исключает из майоров, исключает, а он уже был член КПСС. И вот член КПСС и занимался вот этой антипартийной деятельностью. А почему? Вот мы не зря рассматривали вот этот президента в США и вот этого Вашингтона, первого президента рассматривали. Ведь он же предупреждал. Он предупреждал, что надо только двухпартийной, чтобы система была. Соревновательность и независимость. Вот две партии совершенно должны идти независимо друг от друга. И свою линию каждой, и свою программу гнуть. Иначе, если одна партия, то внутри этой партии будут драки и такие, что, как говорится, на части будут рвать друг друга. Ну, что у нас, собственно, ВРСДРП, ВКПБ и КПСС, оно все было, да, на части рвали друг друга в борьбе за это, за власть, да. То есть перегрев внутри партийный. И это вот, кстати, вот эти вот ребята, они молодые, хотя тогда были, но они поняли, что, значит, нужна соревновательность. Однопартийная система не годится. То есть экспериментально они это где-то поняли, находясь внутри этой партии. И начали уже создавать такие вот кружки. Ну, выгнанный отовсюду он поехал в Москву, и там, значит, закончил заочно торговый. А не брали нигде уже, у него была там печать сотка на личном деле, а сотка, значит, все уже не брать ограниченного. Только вот это такие, где конкурса нету, а конкурс тогда не был вот в этих торговых. И он пошел в торговый, и не прогадал, то опять не прогадал. Вот что значит интуиция, две пятерки в матрице. Заканчивая торговая одновременно с молодой женой там живет и работает заочно, а работает на строительном комплексе, где-то на стройке. И дальше у него диплом вот этот, высшего образования уже два у него. И начинает он с простого проката автомобилей. Прокат автомобилей, потом завязался первый. Все уже торговые марки автомобилей были заняты, это уже дилеры известны. А вот Митсубиши не было, и он как раз сел на вот эту марку Митсубиши, завязался с этим, с японцами. Вот, и значит для начала дали ему 40 автомобилей без аванса. Но он еще хотел заниматься техобслуживанием и вынужден был взял кредит на 8 месяцев для закупки вот этого ремонтного всего оборудования. Ну, там что там, подъемник надо, инструмент какой, все на 8 месяцев. Ну, за 6 месяцев он расплатился и этих 40 машин, конечно, продал. Получил первую прибыль. Ну, а там дальше у него и пошли другие марки. То есть, расширял бизнес за счет проката и лизинг даже сдавал автомобили в лизинг. И, значит, торговлю осуществил, торговлю. Расширил производство, стал у него семейный бизнес. Так что, вот, к 2009 году он имел 51 место в списке Форс, а 50-е в 2010 году. То есть, 9 лет назад у него было 50-е место. Передал дело, значит, жене и детям. Сам стал управляющим этим всем хозяйством. Дело перевел, траст перевел на Кипр. Как все порядочные люди, да? Свои спекуляции. И, значит, компания начала управляться из Кипра. А действовала, она на территории действует ферма Рольф у него. Он придумал торговую марку Рольф. Ну, в общем-то, если расшифровать, то есть, катаюсь от смеха по полу. Так. Rolling on laughing floor, да? Вот так вот Рольф. Можно расшифровать, катаюсь от смеха по полу. Торговая такая марка, она прижилась по всему миру, и он начал каждый свой, как продаваемый автомобиль, снабжать вот этой вот шильдиком таким Рольф. И много таких машин ездит. Вот Митцубиши с индексом Рольф и так далее, с шильдиком с этим. Вот таким образом. То есть, из ничего просто началось ничего. Ну, конечно, поддержка была у него, во-первых, тоже сыграло роль, что он офицер бывший. И плюс к тому же переход вот эту на либеральную модель, он вписался как вот антипартийщик. Партия развалилась, и вот эти все люди, которые были диссидентами, они, значит, как говно на лопате, начал их Ельцин поднимать вверх. Вот это молодежь. И поддержка вот называлась малого бизнеса там этого всего. Все мы оказывали поддержку. В том числе и кредитами, и даже делили там, они какую-то собственность по дешевке какие-то акции продавали. Что можно сказать о нем как о человеке? Вот биография-то я уже говорил. Да, он, ну, во-первых, в Думе он был по налогам у бюджета, там, член комитета. А в 16-м году, конечно, он вышел оттуда и уехал фактически. Он уже в 16-м, 5-го октября он вышел из Думы. И в этом же, к Новому году, уже к 17-м, он был уже в Австрии. Основатель и бенефициар до 2000-го года президент группы компаний Рольф. Группа компаний даже. Вот. Ну, я уже говорил, что после окончания школы в 17-м году поступил в Оренбургское высшее военное авиационно-краснознаменное училище летчика Полбина. Вот. Присвоено в 75-м квалификации офицера, летчик-инженер, служил инструктором. В 82-м году звание майор Уголин из рядов советской армии, а также исключенно с КПСС, за участие в неофициальной демократической организации антисоветской деятельности. В 82-м 87-м получил второе высшее образование в Заочном институте советской торговли. Вот. По специальности экономика труда. С 89-го по 91-м директор автопрокатного, вот с проката начал, Розеккар. Розеккар. А потом в 91-м в августе создал собственную компанию, вот это Рульф. Катаясь со смеху по полу. В 2004-м покинул поиск президента компании, передав оперативное управление наемным менеджерам. То 2007-го занимался долгосрочной стратегией развития компании. 2 декабря 2007-го года избран депутатом Госдумы от политической партии «Справедливая Россия». 11 лет являлся депутатом. 4 декабря 2011-го года избран депутатом в Госдуму от политической партии «Справедливая Россия» опять. И 16-го года прекратил полномочия, это я уже говорил. Но женат имеет двоих детей, вот один траст возглавляет младший сын. Увлекается лыжами, ездой на велосипеде, собирает модели кораблей русско-японской войны. Постоянно проживает в Австрии. Сейчас у него где-то доходы 106-е место в «Форбс» 950 миллионов долларов на 17-й год данные. Ну взгляды у него какие вот. К сожалению, бизнес в России практически беззащитен. И у бизнеса не много способов себя защитить. Бизнес – это не ради денег. Деньги в бизнес – это всего лишь кровь в организме, которая ему позволяет существовать. Самый прибыльный бизнес – это честный бизнес. Хватит одного принципа, поэтому он самый главный. Все другие следуют из него. Серьезным инвесторам, которые приходят надолго, нужны перемены. Без сигналов, что в стране начинается демократизация, большая часть западных инвесторов не придет. Ну так оно сейчас и получается. Я человек либеральный взгляд, видите, он либерал, но понимает, что лучшая комбинация для нашей страны, но понимает бизнес и социал-демократия. Ну бизнес, он понимает, бизнес – это в его понятии, ну чем он все время занимался, это чистая спекуляция. Потому что бизнес – это производство. Ну вот то, что ремонтом он занимается, может быть, это и бизнес. И в такой компании нужно людей убеждать, что никто, кроме бизнеса, не вытащит нашу страну из болота, и что бизнес – это экономика, и экономика – это синонимы. Но это не совсем так. Бизнес – это содержит всякие бывают. Это бывает спекуляция, экономика со спекуляцией не совместила. Спекуляция – это 105-я статья. Можно туда ее вписать, это спекуляция, потому что это равносильно убийству. Политические взгляды какие у него? Это все это расстановка стульев на «Титанике». Вот современное состояние, вот как вот меняют эти кадры, он переставляет одного туда, другого туда. Это перестановка стульев на «Титанике», которая уже рушится. Поэтому он уехал. Но мне было тошно при коммунизме. Независимо от того, полезен он был лично для меня или нет. Видите, уже такой склад ума. Видимо, откуда-то пошло от родителей. Может быть, от отца или от матери. Ясно одно, пока не будет партийной конкуренции, нормальной антикоррупционной кампании не может идти речи. Ну, правильно, вот партийная конкуренция. Он здесь и сам вышел экспериментально на рекомендацию как раз первого президента США о требовании двухпартийной системы. Нужны реформы обычного демократического характера, чтобы показать инвесторам. Мы начали двигаться, как только мы решим создать инвестиционный климат. Ну, это обычная песня этих бизнесменов. Защита бизнеса невозможна, пока его не рекетирует власть. До тех пор, пока в стране не будет политической конкуренции. Ага. Ну, вот он имеет в виду двухпартийная система. Дело не в том, что коррумпированная бюрократия не способна на экономические и политические реформы. Она вообще не в состоянии пропускать никакие сигналы, включая команды сверху. Ну, да, вот сейчас оно так и есть. Путин сверху дает команду, указы все, но они, значит, тонну где-то в вате этой, в вате они погрызают в этом. Не доходят до места. А если доходят, то на них просто плюют. И на портрет его тоже плюют. Хотя он висит у них в кабинете. Всякие благие изменения власти, если бы вдруг такие появились, увязнут в ней, как топор в тесте. Ну, вот правильно, да, как топор в тесте. Как часы работают лишь схемы всероссийского распила. Вот, да, да, это как часы. Можно ли в нашей необъятной страте найти десять прокуроров честных? Без сомнения. Но не при этой власти. Эволюционного выхода у нас не осталось. Ну, то есть, вот тоже... И это вот такие взгляды, конечно, они у него были еще при коммунизме, эти взгляды. И сегодня, будучи бизнесменом, он сохранил их. То есть, он понял, что, в принципе, отрываясь от коммунизма, он... Мы все только приближаемся к нему, к коммунизму. Потому что коммунизм для олигархов он уже построен. А то, что низы, они не живут, запланированно уничтожаются этими макарошками, правильно? Вот он, Сергей Анатольевич Петров. 16-го, 8-го, 54-го. Год лошади, трудолюбивый, чистолюбивый и работает на себя. Эгоист. Сумма 13, дельта плюс 1. Он и по матрице близок характер к эгоистическому. Любит, когда его похвалят. А тут его сейчас не похвалили, а прямо к аресту. А матрица для следователя, для следственной работы. А вот правильно в комиссии по налогам и сборам. И мог бы работать еще и следователем. Но он пошел, купи-продай. Это его главный был лозунг, купи-продай. На этом он в начале, так оно первоначальное накопление капитала. Так и было. Но такие люди, вот они и сделали свое дело. И сейчас их постепенно вышибут. Поскольку, видимо, уже спекуляция, она начала даже вредить высшим самым слоям. Здоровье у него великолепное. Две четверки, секс-символ. Восьмерка. А спорядочный, спорядочный человек-то, да. И порядочные мысли высказывает. Живет легко, но вот в результате творческого труда у него только появляются успехи. Духовность в порядке у него, семейные в порядке. Но целей ставит очень много. Ну, правда, сейчас он, в принципе, уже как бы сверху смотрит на свое дело и нанял управляющих, как настоящий уже мультимиллионер. Не сам управляет, а управляющий управляет, а он только стрижет эти купоны. И вот эти четыре миллиарда рублей, которые он перевел, он же говорит, это же мои дивиденды, это же не против закона. Дивиденды я имею право переводить. Я же тут гребу, гребу, спекулирую, спекулирую. А доход-то мне там нужен, я же в Австрии живу, мне же там надо за все рассчитываться, за свою роскошь, что я там пребываю в хорошем расположении духа и критикую все в состоянии сытом, не на макарошках, да. Вот такой вот, видите, создает впечатление, что вот там эти люди, которые в Австрии туда послали, вот такие талантливые люди, они не только и гонения на них устраиваются специально для того, чтобы дистанцировать их сейчас от современного руководства, чтобы они были там таким островком в этом капиталистическом мире и чьи щита не будут заморожены, как щита сейчас заморожены у многих близких уже людей там в Иксельбергах, близких к генералистимусу. Вот, то есть это вот от них дистанцируется, уже сотня там их или тысяча что ли переехала, великолепная тысяча миллионеров туда переехала. И все они как бы от режима откинуты, но с такой матрицей, извините, это может быть и, как говорится, под крышей работы, то есть агента под, как она называется, ну, под крышей предпринимателя, он агент, допустим, того же ФСБ, правильно, и помогает там, кто там приедет, какой-нибудь там Петров еще второй или вот эти вот ребята, бригады какие, приедут туда в Австрию. Тем более там в Австрии, мы туда и на свадьбу ездим, в эту Австрию, по-моему, там очень тесные связи. Вот будем смотреть, как будет развиваться это дело с этого Сергея Анатольевича Петрова, ну, который, как все, вот начал свой бизнес, первоначальное накопление капитала всякими путями, и с бандитами приходилось ему иметь дело, и такие качки его рейкетировали, но не прорейкетировали, видимо, у него была именно крыша, как сказал вот недавно вот усопший вот этот банкер, говорит, самые лучшие крыши это КГБ, когда они все начинали, они все начинали вот эти под крышей КГБ. И сейчас они фактически тоже, они остаются все время на крючке, даже если они находятся в Австрии или еще все равно где, если там они перестают там чего-то слушаться или так далее, ну, то есть их находят там повешенными где-то в ванной, или ручку им там подмажут каким-нибудь маслицем, да, или вот лишат бизнеса, как вот сейчас этого товарища Петрову предлагают продать тоже бизнес свой продать. Вот такие бизнес дела у нас и есть. Постепенно вот эти первые верхние слайди, а более, видите, другой подход, посмотрите, видите, никакого рептилоид нету и в помине, то есть он не свой человек, понимаете. И более крупная рыба, сейчас им не хватает, там где-то их зажали, сейчас они будут вот этих мелких, не своих, подъедать. Не кошерных, это не кошерные, но она, их не капиталы кошерные, они сами не кошерные. Ой, это ой, если добрый молодец. Его выкинули. Ну, не тут-то было, у него уже там способный человек, он уже там за границей свой бизнес организовал местный и в разных странах, видите, у него от Кипра до Австрии все схвачено и до Японии и всех стран. Пролетария, автомобилисты всех стран, соединяйтесь. Все будем здоровы, всем доброго, слава Пифагору. Видим, что человек оказался нормальный, не рептилоид. Видим, что человек, не рептилоид.